Привет, дорогие друзья! В прямом эфире в одиннадцатый раз Ваше любимое шоу Hotline Gym Box У микрофонов Стас Ломакин Привет Илья Овчаренко Ты не орешь в этот раз На телефоне Женя Ольхова И сейчас с вами разговаривает Петр Сальников Вы, наверное, обратили внимание на Замечательный подзаголовок Сегодняшнего выпуска Про NextGen И, соответственно Нетрудно догадаться, что мы сегодня Будем обсуждать Именно всякие вещи Касательно Консолей и игр Следующего поколения Не то, что мы обсуждали два выпуска назад Ну, в принципе, да И, в общем, я так понимаю, что... Нам уже настолько надоело, да Раздражение Смайл раздражения Настолько надоело уже говорить о том, что чего еще нет Вот И обмусоливать, обмусоливать Но выбора у нас по большому счету нет Профессия обязывает Да и, в общем-то, господа разработчики всего этого самого NextGen'а Не устают бомбардировать буквально слухами Да и официальными анонсами тоже Да, выбор есть, потому что постоянно случаются какие-то утечки И буквально последняя утечка касается нового бокса То есть выбор есть, то есть можно об этом не говорить Можно об этом не говорить Да мы не будем Даааа До свидания Не, почему? Давай Что известно по поводу нового бокса главным образом? Я, наверное, сейчас, кстати, забегу вперед Давай, забегай Давай уже То, что будут не патентов... О, нет, подождите Фальстар! Фальстар! Так нет, у нас все еще нет выбора И ты действительно забегаешь вперед И это все еще NextGen, мать его Поэтому, как бы, выбора у нас по-прежнему нет Короче, давай Новый бокс Короче говоря, в новом боксе игра будет привязана к консоли Жопа! Это означает не только гибель этого рынка поддержанных игр, которые на самом деле существуют по большей части только в Европе и Америке, не для нас Но, мы же все любим взять игры, погонять Компания Microsoft, так сказать, мотивирует эгоизм каждым из нас, делая игру настолько интимной, насколько можно То есть, никакого диска соседа у Васи Никакого диска за диска соседа у Васи Вообще, это полный отстой Знаешь, можно было бы... Ну вот, у меня здесь в сценарии написано, что, типа, давайте еще консоль исключительно к определенным маркам телевизоров привяжем для полного счастья Это будет! Будет! Да Но... Это более говнарская история А игры, которые мы даем друг другу поиграть, это же культура, это основа геймерской культуры, которая с нами с детства Потому что, поиграв, ты можешь пойти купить Да А можешь не пойти купить Жлобство Жлобство Нет, друзья, на самом деле, вот, когда я учился в школе, на вот этом взаимовыгодном обмене, трансформерами, сотками, вкладышами и играми Было построено практически все И все И, как бы, социализация, вот, с одноклассниками, да и с девочками, что-то возьми ручками обменяться, кстати, великолепно А то скоро, как судье Дреди, каждая ручка будет привязанных человеком В ТМК, короче, такой Бррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр и все, и без вариантов Ну вот так Мы к этому и идем, по лицу Все верите? Да, это сугубо лично На обмене все построено Слушайте, от царя гороха От палки-копалки Когда еще денег не было Что такое деньги По факту у них производная от обмена Вот То есть Разменная монета Мы походу входим В будущее Потому что уже и деньги-то упраздняются И безналичные расчеты Становятся все более распространенным Раньше это кэш С другой стороны Некоторые из видов товаров Как вы понимаете Как нельзя было купить безналичный расчет Так и нельзя будет Любой Да и за наличные вас тоже покарают Хорошее начало задали Еще, кстати, один момент Который будет в новом иксбоксе Это тот факт Ну, по крайней мере, они так говорят То, что без интернета Играть будет нельзя Пацаны, давайте справедливости ради вспомним Что сейчас волна говна поднялась Относительно иксбокса И мы сейчас так вот прошлись Весело С шутками А там три или четыре недели назад Объявили о том же самом и сони Они не объявляли на самом деле Они подали на патент Такой технологии И очевидно, что они будут использовать именно там Кстати, предыдущая особенность И нынешняя особенность Они как бы связаны Потому что, скорее всего Как раз аутентификацию дисков и игр Люди будут проходить Именно что в интернете То есть вы сначала будете Коннектить к своему аккаунту В Xbox Live Он будет проверять Можете ли вы использовать этот диск Есть ли у вас права на этот диск Вот, а после этого, собственно, да Вы сможете только поиграть А вот уехать, например, на дачку В деревеньку Или, например, в город Дубну Где отрубили весь интернет Потому что там два провайдера Отрид же интернет Ну, мне кажется Он может не потянуть Вы знаете, я на самом деле Вспоминаю сейчас момент Когда издавался второй Half-Life И тогда еще не было Стима Я думаю, что многие из наших слушателей Не представляют себе Что это такое Вообще не было Стима Тогда еще Стим едва-едва запускался И выходил Half-Life 2 На коробке, с которым было написано Обязательно подключение к интернету И мы гадали Что это значит То есть там не то, что возмущались А версии строились Это надо при установке Обязательно подключаться к интернету Или во время игры Надо быть обязательно В интернете находиться Что же нам делать? Да у меня модем на карточках Короче Да у меня вообще нет ни хрена Никакого интернета М2 Intel Реально, полная жопа И ну как-то Пустя 7 лет Когда вышло Diablo 3 Которая, в общем-то, не просто требует Это практически всю информацию хранится Там просто подхер На облаке Как бы Но когда уже интернет Настолько плотно вошел в жизнь Что вообще-то о нем даже говорить Как-то особо-то не принято А волна говна поднялась не меньше Если вы помните Ну потому что, как говорит Саша Я слишком часто езжу в экспрессе Чтобы понимать Насколько как бы Стим не умеет работать В безинтернетном режиме Да И так далее И так далее То есть Ну Плюс само интернет такой Что в регионах Как бы облаков-то нет С сих пор Не, они там есть Ну такие вообще Другие Совсем другие Перьевые У нас звоночек Насколько я понимаю Сейчас будет Да? Ну ладно Мы пока его открутим Да? Алло Алло Алешеньки Алло 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 Да Что я это Тебе все время повторяю? Не знаю Так Так Понятно Мы почему-то не слышим Женя, что у нас? Алло Может быть Ты не вывел пассажира? Всех вывел 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 Все нормально Безбилетник, наверное Да? Да Давайте Дальше пойдем Пока По Новостям Значит Ну Я думаю Что как-то С этим придется Жить Я на дачу Знаете С консолью Которая не требует Подключения к интернету Ни разу не ездил Поэтому Вот эти все догадки По поводу того А как же я вот на дачу Хочу поехать с интернетом Ну я Ты когда-нибудь вообще на дачу С консолью ездил Нет Нет С Денди ездил Ну а при чем здесь Это-то Сравниваешь Надо хранить на даче Вторую консоль Просто Да А на новую Играть Зобро Это абсолютно то Ты вообще зачем на дачу едешь Сука На консоль играть В лес иди Тартошку копай Ни хрена Есть во-первых Такие дачи Которые необычные Дачи Каким мы привыкли А нормальные Загородные дома Когда там сел На веранде Которая там Размеров Три твоей квартиры Как бы Вот Но ты же в итоге Хочешь Нечто подобное Да А может Я просто хочу Да ты не понятно Что Мне это нравится Мне это нравится То что мне на даче Толчок на улице Находится Деревенский сортир Потому что Да Потому что Если Вот этот санузел Вот этот Душ Это не дача Это лажа Чувак Это вообще не трудно Такая же насажденная Херню Как Я не знаю Культура Бардовской Песни в России У нас еще Дачный подкаст Да Просто Я реально Как бы Наблюдал дачу В Голландии Я понимаю То что Это просто Нам Советское Прошлое То есть Садил вот такое отношение К Даню В Голландии Такие дачи Наблюдал Ну вот Вообще И на рубль Можно выехать Как бы И там тоже Такие дачи Да Туалет на улице Но есть только Знаешь Как вот Ограженный Такой вот Экспонат Вот Донесусь Донесусь Давайте дальше Да Давайте дальше Один из самых Громких Аносов Уходящей недели Ведьмак 3 Для консольного поколения Ура Ура Я большой поклонник Первого Второго Ведьмака Илья Большой поклонник Анжей Сапковского И игрового цикла Так же Вот Ну если вы Стас Если вы Стас То вам насрать На Ведьмака Если вы вдруг Не подписаны На Game Informer И он вам Почтовый ящик Не падает Каждый месяц Там Или как часто Он ходит А он падает Мне Ну нет Ну Артему Камалятову падает Да ладно Вот вам Основные факты Значит Геральт Не только Вернул себе Память Но теперь Никому ничего Не должен И выступает От имени Своего себя Наконец-то Потому что Это значит Что Игра будет Более Оторвана От литературного Ты знаешь Вот этот Контекст Который В обоих Ведьмаках Присутствует Он меня напрягал В определенный момент Потому что Ты читал А я не читал И куча людей Которые играли В Ведьмака Вообще не читали Слушай Ну дядь Вот американский Подросток Которого Иксбокс 360 И у него Хейло Любимая игра Он такой Да Анжей Сапковского Зачитал Да Ты так себе Представляешь Ну то есть Как бы Игра Все-таки Должна быть более Герметичной Какой-то Самое интересное Что Сапковского Слово И мне нравится Литмар Он утверждает Что это все Какая-то Профанация Он не признает Что Это странно Потому что Когда первую часть Разрабатывали Заявлялось Что Анжей Сапковский Принимает участие В создании игры Более того Вот у Ляли Дома Стоит Коллекционное Издание Которых всего 40 штук В мире Или даже меньше 40 И там Вложена Книжка Анжей Сапковского Маленькая Какая-то там Типа Короче Это такая же ситуация Как Митзаки Открестился От Нина Куни Да Ну вообще Ну как бы Он сказал Ну вообще Игорь Это все Херня Насколько я Читал Вначале Как бы Все эти истории Он что придумывал А потом сказал Ну что-то как-то Вот как-то На оценку На полигоне На самом деле При всем при этом Я как бы Не соглашусь С Петей Просто надо Вовремя читать Такие вещи Как Ведьмак Я его прочитал Очень вовремя Сам Так сказать В прекрасном возрасте Там лет 16-17 На меня произвела Эта серия Прямо незгладимое впечатление Ну правда Из фэнтези Это одно из лучших Вообще Что есть Потому что там Еще очень такая Интересная стилизация Под сказки Именно славянские Вот То есть там В принципе Вот первые рассказы Про Ведьмака Они практически Каждая стилизована Под славянскую сказку Про Эту как Спящую красавицу Наоборот Это стилизация Славянской сказки Под переложение Старых идей Ну как бы Ну да Ну можно и так сказать Я правильно сказал Что ты мне сбиваешь Правильный цветочек Что ты неправильно сказал Вот Да правильно я все сказал Стилизация По славянскому сказку Что ты Что я неправильно сказал Стилизация По славянскому сказку Я понял тебя Я лучше вот с человеком поговорю Алло Алло дорогой Алло Что он сказал? Зиза Что? Зиза Азиз Лай Что-то у нас Сегодня line Из 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 Over Plane Аут Алло Алло Женя Показывает тебе Знаками Что можно говорить Так Три Слышно? Вон Прорваются Здравствуйте Это у вас как в Кремле Алло Добрый вечер Меня зовут И я к вам Привязки Диск Алло Мне кажется Вы по военному передатчику С вами разговаривали Вот он Вот он Какой звук А у нас с первым звонишем Такая же проблема была Это может быть У меня С наушниками Проблема Тогда и у меня Может быть С наушниками И у нас у всех С наушниками Проблемы С наушниками Ладно Мы подождем решение Проблем с наушниками Потому что Вот это вот Никому слушать Не нужно Извините Перезвоните нам Пожалуйста Через какое-то время Если дело Все-таки В нашей стороне Вопрос Да-да Сейчас разберемся Ну вот Да Так вот Так вот Я тебе говорю Очень правильно Построена Вселенная В нее Очень легко Войти Хороший Насыщенный Такой Сочный Язык Ну насколько Он может быть Конечно Фэнтези Там Стас Например Вообще Не воспринимает Фэнтези Как жанр Я толкино Прочитал Мне хватило Дай пять Хороший Хороший Даже как В общем-то Легкий жанр Я же в своей жизни Фэнтези Прочитал Достаточно И как бы Как я уже сказал Вовремя Вот Поэтому для меня Ведьмак Особенно Хорош Потому что И первая И вторая часть Насколько Наверное Вы знаете Это продолжение Вольное Продолжение Так сказать Романов Савковского Ну там просто В конце Романов Савковского Ведьмак Погибает Они его Так сказать Поднимают Из мертв Ну да И сейчас Насколько я понимаю Теперь он Никому ничего не должен Я вот Кстати Не очень помню Чтобы он Во второй части Кому-то Что-то был должен Он все еще Ни черта не помнил Кроме своей совести Он все еще Ни черта не помнил И все еще Вспоминал Вот эти вот Мультипликационные Вставки Помнишь? Собственно видимо Он все вспомнил Как бы И теперь Ой сколько нам обещают На самом деле Это же просто Вот это-то меня И смущает Он в сорок раз Обещает нам В сорок раз больше Чем в Скайрим Ведьмак 2 Да И в сколько-то раз На двадцать процентов Больше чем в Скайрим Ну хоть так Внимание На двадцать процентов Больше чем в Скайрим Для меня Скайрим это очень Большая игра Ну да Ну там реально Большие проценты Там же дело Не только в пространстве Но и в том Что там нету Презнообразие Как бы Полей Там все Устлано Богатствами Контента Там полная Жопа Куда ни плюнь Там пещера С пиратами Драконы Подземелья Звонок До конец Он очень важен Для нас Да Алло Алло А я не чувствую А я чувствую Надо говорить Алло Говорить Надо Очень надо говорить Алло Так Это Юрий Юрий? Вот так вот Здравствуйте Здравствуйте Юрий Юрий Нижний Новгород Приятно Юрий Нижний Новгород В общем Вопрос Да Со связью Проблема Нет Вы рассказываете Проблем нет Никаких Со связью В текущее время Все разработчики Консолей Так Продают консоли Верно Продают их в убыток А заработок с лицензией На играх Покрывает Эту скидку Возможен ли случай Когда консоли Будут продавать Чуть ли не бесплатно Как было написано В научно-фантастическом романе Младший брат А Убийством Подержанных игр Они будут Завоевывать Рынок Вот так Да Спасибо Юрий Нижний Новгород Игр фанк Среди нас Интересная Короче Я насколько Я понял Вообще Эту историю Что Отсечение Подержанных игр Снижает Грубо говоря Цену на консоли Есть еще нюанс Смотри Грубо говоря Сейчас Ты для того Чтобы подключить Так называемое IPTV Ты просто Как бесплатно Берешь У поставщика Услуг Приставку Да И в этой приставке Да И платишь Абонентскую плату А в этой приставке Там условно Ну по дефолту Там предположим 90 каналов Есть Как бы Премиум Пакеты Там Спорт Там Например Там Порно Там Не знаю Задорно И так далее Вот Которые ты подключаешь Дополнительно За 150 Там 200 И так далее Рублей Юрий Я так понимаю Говорил еще о том Что Ты покупаешь Тебе дают консоль А на эту консоль Ты скачиваешь игры За деньги Небольшие уже Да И консоль Прикреплена За тобой И то есть Ты окупаешь Только играми Вот Ну то есть Как подобная приставка Роман младший брат Ты не читал Роман младший брат Я не читал Я тоже К сожалению Как бы Вот Не ну Как бы Я думаю Что это Я не вижу Здесь Да Вполне реалистичную Историю Более того Я предполагаю Кстати Да Free to play Это и есть Free to play А что вы все Так засмущаетесь В смысле Вы такие Free to play Нет Мне кажется То что Там условно В 20-м году Мы не будем покупать Телевизор Отдельно Приставку Компьютер Там еще что-то Это все будет Как-то в неком Едином девайсе Который просто Поставляет услуги Которые нам нужны Которые разделены Условно На Там Сериалы Фильмы Игры Полезные приложения Там и так далее Вот То есть Ну как бы Один раз Покупаешь Некий девайс И уже На него Накачиваешь Различный контент При этом Совершенно Отрублены Такие вещи Как торренты Любимые Стасом Стасом Всякие Супер Сайты Никому неизвестные И так далее Все за денежки Такие же социальные сети Как ваш Фейсбук Только я вот с этим С трудом понимаю Как ты сможешь Заказывать Например Кассеты А я заказываю Социальные сети Банкэмп Это такая же Социальная сеть Как Фейсбук Только она с музончиком Как Майспейс Которая просто Есть услуга Доставки Кассет А представляешь Тебя за Если ты не будешь Платить А ну хотя ты Платить Ой да пошли Они все Вообще Вышибают Короче Такой ОМОН Знаешь И такой Сука Ты слушаешь Не то что Одобрено Короче Что ты не пьешь Вообще Да Не то Выйди вон Отсюда Так И на сторону Б Поставим Дальше Значит Мир Ведьмака Будет разделен На три района Ладно Но это не самое главное Самое главное Здесь наверное Что Лодки и борода Ну кстати Главный Бэтхёрд Который В общем-то Полное прохождение Игры займет Ориентировочно 100 часов И это будет Сэндбокс То есть Полный Полностью Открытый мир Это главный Бэтхёрд Который вызвал Вообще У игроков Бэтхёрд Бэтхёрд Бэт Летучая мышь Так Такая Риковать Такая Бэтхёрд Не умеет Делать Сэндбокс Никогда Не умел И вообще Куда Они полезли Нет мы просто Не знаем На самом деле Умеют они Делать Сэндбокс Я то В них верю Полезли Не очень И на самом деле Они ещё делают Киберпанк Многие даже Наши Поляки Они не умеют Делать Пророды Поляки Они же ничего не умеют Вы что Издеваетесь Поэтому я даже С Михаилом Зимченко Моим старым знакомым Тоже В суперработчиком Игровой индустрии Даже замазал На некий Подарок Который мы даже Не определили На то Что Ведьмак Будет успешным И хорошим Я Зимченко не верит Не он не верит Он говорит Чё Из рокстарой Что ли Схантили Или может откуда Из бефездочки Нет Нет Не умеют делать Поляки С начала 19 века Как бы Со времен Фадея Булгарина Ничего не изменилось Поляки Так ничего не умеют делать Их ещё каждый пинает Не Не Ну Я думаю На самом деле Я не согласен Это странное Точтезрение Но я тоже не согласен Поляки могут Слушайте Сиди Проджек Дело не в том Что поляки Дело в том Что конкретно Сиди Проджек С чего привязались К полякам Не знаю У нас прикольно Минин пожарский Минин Ну вот У нас звонок был Вы меня сбили Своей чешуёй Алё Ждём Ждём Мне хочется На это посмотреть Ну то есть Во второй части Уже Локации были Достаточно открытыми Достаточно большими По сравнению С первой частью Здравствуйте Добрый вечер Ребят Вас беспокоит Ломакин Семён Из города Кемерово Мой вопрос Нашёлся 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 Стас Он нашёл тебя Это не он Я всегда мечтал о братье Ребят Всегда Так А что он такой белобрысый А в вашем А я не белобрысый Я лысый Но вопрос мой другой Вопрос мой Про Ведьмака Ребят Суть в чём Я долго ждал Ведьмака Я не покупал его На ПК Тем более Не качал его С пиратством Даже чтобы попробовать Смиренно ждал Релиза На консольке Да Он вышел на Иксбоксе И боже мой Ребят Это было ужасно Игра хорошая Мне она дико понравилась Да Но она Но она На консоли Сука Зависает И помогает Только Перезагрузка Консоли То есть только Ребут Ну Ни с чем Подобным Никогда у меня Ничего подобного Не было Как вы думаете Перестаньте У вас что Вы в Скорим играли На консоли На консоли Нет Врать не буду Вот сплошь и рядом Скорим висит Просто как ципа На Иксбоксе На ПС3 тем более На ПС3 Кстати висит Реально страшно Это распространенное Неявление И дело здесь Вовсе не в том Что Ведьмак Макс Пейн Кстати перегревал Иксбокс Прям с такой Элэй Нуар Элэй Нуар Перегревал Иксбокс Ну насчет Макса Пейна Не знаю Задрачил мультиплеер В принципе Намного Ну вопрос не в этом Вопрос в другом Что в принципе Такого Как я понимаю Случай Игра на консоли Должна в принципе Исключатель Консоль Это как Вставил диск Играешь Получаешь удовольствие Но Третий Ведьмак Будет ли учтена Вот эта вот Нехорошая ситуация С выходом Новой части Вот собственно Мой вопрос Конечно Естественно А вы как думали По возможности Да Тем более Насколько я понимаю Ведьмак 3 Будет на новом Поколении Консоли Да Да Ну то есть А там я надеюсь Наконец поставят Здоровый Классный Кулер Который будет Классно Охлаждать Как жучок Всю эту историю Спасибо вам За вопрос Ребят Извините пожалуйста А можно еще Маленький Не в тему вопрос Сальникову Петр Просто я знаю Что ты музыкант На вопрос Мы ответишь Очень люблю Слушать Многие группы Которые Переигрывают Металлообработки Старые хиты С Дэнди Сега Нинтендо Как ты думаешь Это вообще Законно У меня все Абсолютно Законно Почему Как бы Естественно Это же каверы Ну да Это же каверы Вполне Здесь ничего не нужно Сверх естественно Для того чтобы это играть А вот если вы начнете Пытаться это продавать Например Тогда это будет Курс Не ну они издают Альбомы Да То есть просто с каверами Ну да То есть тебе не нужно Получать там У Нинтендо Права на то Чтобы сыграть на гитаре Как бы Кему из Марио Ну это твоя И потом ее продать Слушай Ты видел сколько Короче Этот как его Джо Кокер Джо Кокер Или как его Который Не относь своей песни В том что ты делаешь Ричард Чиз Там Джо Кокер Пуланка Да Короче Их Короче Можно Спасибо вам Спасибо Короче Виноват Резко Далее Нас ожидает Большой финал трилогии Говорят Последняя игра Про Геральта От CD Projekt Red Короче Друзья Дико Жду Ведьмака Да Очень люблю Лучшая игра Да Еще на самом деле Ну как бы Если вы не знаете Опять же Там будет Ситуация Заключаться В том что Нильфгард Это такая Империя Похожая На все империи В мире Начиная От Не знаю Звездных войнов Заканчивая Германией С 30-х 40-х годов Российской империей И Российской империей Тоже Ну кстати Больше Германия И так далее Фигурирует Или Римская империя Скорее даже Римская империя Вот Они будут попадать На основные земли Там всякие Новиграды Вербены Цинтры И так далее Вот А помимо Этой ситуации Причем подзаголовок Дикая охота Вот Это тоже Такой вот Дикая охота Похожа на Дикая Дикая охота Апокалипсис У Ребева И где Анна Каренина Засчитай Сука Перебил меня Да Далее У меня есть новости Поважнее Так давай Сальников Апокалипсис Ездил в Стокгольм Дикие Дикие сальников Это дзикая Сальников Теперь не пьет Не курит Поэтому Неинтересная история Ну да История про Стокгольм В принципе такая Но Не такая как про Гент Да Нет Не такая Зависит одно Гент Кинул рояль В лифт Интересно Не помню такого Наверное было Мне кажется Еще года три Будет всплывать Факты из Гента Знаешь Что Писать письма Что Еще один вопрос По консолям Мы ответим на него Уже сейчас Алло Привет Привет Да Это Семен Собственно Который Который Привет Который Который Да Привет Ребята У меня такой вопрос Я недавно Слушал мнение Ну такое Предположение О том Что выход GTA 5 Будет Отложен В связи с тем Что он будет Выпущен И на старых И на новых Уже консолях Как по вашему Это вообще Теоретически возможно И с технической И с точки зрения Маркетинга И может ли быть Такое Что какие-то игры Анонсированные На E3 Скажем Watch Dogs Будут тоже Выпущены И на старых И на новых Поколениях Спасибо Семен У нас уже были Прецеденты Когда выходил Новый Xbox Некоторые игры Типа на того же King Kong Выпускались И на старом Xbox И на новом Xbox Одновременно Вот Больше честно говоря Примеров Я не вспомнил Там было Какими-нибудь Есть Короче Пять Примерно В последних Поколениях Такие примеры Но мне вот Лично кажется Что Rockstar Ну то есть Это странная Немножечко история Но мне кажется Что Rockstar Не будет выпускать На обеих Консолях А Скажем так Завенчает Вот в общем Эпопу Xbox А GTA 3 Она выходила На 30-60 На первом Нет Точно Она Примерно Поезд 2 Да Поезд 2 А3 Да Ну там Как-то Да Ну короче Суть такая То что Мне кажется То что Rockstar Именно Завершит Ну По большому Еще завершит Эпопу Как бы Консоли Этого поколения Винцом Творения GTA 5 Который В себя Вберет Все лучшее Что было В этих Консолях И так далее Ну потому что Мне кажется За Ну Во-первых Переносить Не имеет смысла С нынешней даты Мне кажется Вот А во-вторых Насколько Они перенесут Но есть Еще один момент Это пример Нинтендо Вообще-то На Wii U Вышли такие игры Как Batman Arkham City То есть Это вообще 2011 год И Mass Effect Я тебе Легко объясню Да Это новая Приставка На которой Которая Выплывает Пошли игры Она выплывает Не только За счет Стартовой линейки Эксклюзивов Но и за счет Игр Которые уже есть На других платформах И с новым поколением Консолей Такая ситуация Может случиться Что Ну не знаю Пятый GTA Скорее всего Может выйти И там и там Почему бы и нет Ну да Потому что На одних эксклюзивах Стартовой линейки Консолей Выплывать не смогут Ну Ну давай Петра Студина Почему бы Твое мнение Решаю Не знаю Выйдет Или не выйдет Мне почему-то Хочется верить Что Не знаю Почему Но почему-то Мне кажется Логичным Что GTA 5 Выйдет Только на Новом поколении Только на ПК Давайте Я буду Третьей Короче Точкой зрения Реально Только Next Gen Но с другой стороны Переносить Этого не может быть Но да Не может быть Чертенько Какая разница В конце концов Выйдет На чем бы она не вышла Все равно Играть будут все Потому что Это мало того Что GTA 5 Это еще и А много того Что GTA 5 Много того Что GTA 5 Да А да Давайте все-таки Про Crysis 3 Поговорим Про него Наконец-то Можно рассказывать Если я не ошибаюсь кирпичные дома поросшие мхом и дерьмом из болот так вылезают развалин реально полный раздрай но это модный запустение до моды таланты полный пикалий да вот реально похоже на это и миссии ночная такие прожекторы там значит елозит по местности вот тебя ищут солдаты от этого организации сел а сам ты с луком стартуешь винтовочкой с глушителем пистолетиком с глушителем из да вот ну кстати круто стрелять круто круто стрелять логанов надо мной поржал сказал вторая часть тоже было круто стрелять ты просто дурак ничего не понимаешь в играх ну да но мне вторая часть не понравилась тем что она супер блокбастер и фильм катастрофа а вот crisis 3 он как раз такой то что бывает наверное после фильма нет после фильм катастрофы только фильм катастрофа 2 обычно никто не делает ну просто апокалипсис называется но он не пост апокалипсис это новый пост апокалипсис ластой пасты видишь совсем я реально понимаю то что вот грубо говоря с первой в crisis 3 там купол над всей этой историей стоит с искусственной флорой и с искусственным климатом все это выходит под контроль и походу ну естественно естественно вот и соответственно там сделано очень круто что это типа город то есть это как действие crisis 3 происходит в нью-йорке но вот разработчики мне говорили что они не не нацеливались на то чтобы сделать именно местом действия к третьего кризиса нью-йорк это не нью-йорк это типа лес это реально лес все в жопу уже все заросло обросло и узнать невозможно то есть нет возможно знает но в этом это отдельный там как бы у них это и как инструмент для прикольного дизайна уровней то есть там старые какие-нибудь старая городская архитектура а вокруг нее что-нибудь там такое навалено что полностью меняет а ты ходишь по узнаваемым местам и такой твою мать вот это да а статуя свободы будет не знаю ленинский проспект обложенный говном на самом деле я правильно понимаю то что в первой части мы были как ну там первой части изначально был такой же мир в котором мы живем а потом с первой части до третьей и в третьей продолжается делать просто планомерно расхерачивают как бы нашу с вами замечательную планету я правильно понимаю в смысле но в первой части на острове все происходит в первой части только нападают пришельцы ну да а потом уже разрушенный по-моему город а потом уже начинает полномерно расхерачиваться да зарастает а третий зарастает да а в четвертый должно вылупиться нет это последняя часть трилогии потом будет перезапуск про хейла тоже такое говорили запуск не на последней трилогии а потом будет новая у нас вопрос именно про про пророка вот про этого короче говоря про этих героев то есть история которая началась первой части она заканчивается 3 может быть будет играть 4 может быть будет крайне с другим названием но мы на эту саженную линейку закроют алё да алё да всем привет привет а особенно самый горячий петру и жене ведь на связи у нас барнаули угомон привет барнаул всем привет привет итак у меня вопрос мне нравится твои триповые посты эти уже сказала бы мне интересно про швецию как шведские игроделы журналисты и вообще шведы относятся к россии и россиян и вообще и к гражданаристу журналистов часто спасибо за вопрос но мы шведы в свое время нет нет но мой друг мы там общаемся в социальных сетях него но жене с ним обжималась они я как бы фотографии поэтому извините чуваки не мой друг короче ну вот шведы шведам и много грозили свое время от сель как известно поляков на шведов перешли нормально они ко всем относятся там тот же самый дживат ерли который присутствовал на презентации электроник артс я знаю но же crytek вот но поляк он типа там я тебя видел там то я тебя видел там то с с тобой на геймском счастье с тобой на грамме то есть очень радушно все хорошо все молодцы и все всегда всех рады видеть кстати обратил внимание на западных игровых журналистов здоровые мужики короче реально такие ну то есть реально там я в одной из игр про который пока не могу говорить играл в коопе с чуваком которому было лет 45 наверное и он не такой куда ты бежишь зачем-то бросил гранату возроди меня там и так далее слушай на геймском это история там когда заходишь куда-нибудь пока ждешь презентации с кем-нибудь там масса на кифу заходит там а там дальше сидят реально чуваки такие которые в эту кифу там и видно что пальцы уже смололи и там да им за 35 ну да потому что европе америки игры они уже не только для детей об этом видел кстати журналиста очевидно шведского чувак выглядит просто как супер металл хэд ну просто супер металл хэд у него рыжая борода причем такая из двух сегментов стоящей в разные стороны торчит черная осень ухо только небольшого рост и худой пришел снял всю эту верхнюю одежду тебя сидит бога нет и даже такие штабы большими синими полосами большими считать это это какой-то Диму Хомака видел там в седьмом году, в шестом году, в пятом году? Нет. Нет? Хороший. Реально, у него там вот такие косички был, он весь был в фирфинге такой. Я уже даже не знаю, о ком ты говоришь. Ты чё? Уже. Ну, олень. Ну, Хомак. Ну, Лурк Мори. Нет, я с ним не знаком. Звонок. У нас звоночек. Алло. Алло, алло. Привет, парни, это Никита, с Калининграда, виделись. Здорово. Вопрос по Крайзису. Первый был условно открытый, можно было нафиг на край карты убегать. Второй был сильно коридорным и можно было только проходить коридор либо с левой стороны, либо по правой стороне. Как дела обстоят в третьем? Угу. Сейчас отвечу. Спасибо. Спасибо. Во-первых. Всем, кто сейчас задает вопросы, не старайтесь, пожалуйста, полностью покрыть все вещи, которые вас интересуют, прокрасить. Потому что я надеюсь, что в понедельник и максимум во вторник на сайте будет опубликован уже полноценный материал с моей речью и с речью непосредственно геймдиректор, между прочим. Креативный. Да, по поводу мира. Короче, Крайзис 3 делится на уровни, но уровни при этом достаточно большие. И когда я играл, меня много раз выносили. Ну то есть я причем там 6 что ли уровней сложности. Причем… Как они называют самые сложные, как называется? Какой-то типа Future Soldier он называется. То есть совсем там. И на Future Soldier там типа ни прицела, ни интерфейса, ни хера нет. Вот иди куда хочешь. А самый легкий? Рэймонд. Ну на Вайс типа. Я играл на втором Soldier и меня нормально там пинали. Вот. Зелья, ты что стукал? Не стучал. Живот, больно. Живот. Понятно. Так при данном фильме вы увидели это. Ха-ха-ха-ха. Вы увидели все. Вот так. Так, слушай, слушай. Чем смеешь что это? Ладно, все нормально. Смешно ведь. Смеет над тобой. Так вот. И уровни, да, можно проходить массой способов. Потому что они достаточно объемные, достаточно вариативные. С разными вариантами прохождения одних и тех же ситуаций. И когда я погибал, я возрождался на чекпоинте и пробовал просто бежать не вправо, как я сделал это в предыдущую неудачную попытку, а влево. Опять умирал, пробовал бежать прямо, обходил с разных сторон здания. Ну, в общем, свобода есть, но она заключена в определенные рамки. Вот такие дела. А на Wii U, кстати, Crysis 3, насколько я знаю, не будет. Да? Наверное, да. Не тянет. Думаешь, не тянет? А Xbox 360 тянет, да? Слушай, ну, как бы с Wii U вообще... Не, Wii U может потянет, а может быть и будет Ubisoft 3. А, нет, какая Ubisoft 3. Забудь, да. Ты что говоришь? Сейчас ты позвонят. Потому что там по крайне... Сейчас позвонят мне, ты понимаешь? Ты что говоришь-то вообще? Все тигры одинаковые. Короче, друзья, вот такие вот новости. Мы сейчас будем переходить к третьему блоку. К третьему. К следующему. Неважно, уже сбился со счету. Еще раз напоминаю вам, что на следующей неделе вы будете дико смотреть репортаж из Швеции. Который будет в четырех частях. Потому что нам показывали четыре игры. И по всем им эмбарго истекает в разные числа февраля. Последний истекает 25-го. Поэтому в течение месяца дичайше следите за джеймбоксом. И на следующей неделе смотрите Крайз. Ура, у меня все. Так. Стас Водолаз. Стас Водолаз. А, нет. Да, да. А ну ладно. Да? Да. Небольшой блок касательно... А, нет, подожди. Что? Все же думаешь? Если я сказал нет, значит Стас Водолаз. Мы про это уже сказали. Хозяин. Кстати, да, мы говорили. Да? Да. Стас Водолаз. Короче. Тема в том, что в последнее время... А? Мне понравилось. Пошел ты. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Инди расправила плечи окончательно. Ты действительно не собираешься спить отхода. В чем это выражается? Ну, я уже писал там в колонке по итогам года то, что Sony спонсирует Microsoft, спонсирует Инди разработчиков. Помимо прочего их спонсирует еще Steam Greenlight, благодаря которому... Steam. Благодаря которому есть сервис Steam Greenlight, который пропускает далеко не самые обычные проекты на Steam. Продает там по 250 рублей. Два таких проекта вышло. Это Proteus и... Античембер. Античембер. Протеус пять часов, короче, у меня отнял. Античембер отнял в десятый час. Мне эта игра своими историями вообще достала. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. И это не просто непонятное говно, а попытки сделать что-то новое и отличное от уже устоявшихся правил, по поводу чего высказался Дэвид Кейдж. Это такой чувак, который сделал Heavy Rain и Beyond, которые всячески борются против насилия в играх, но не как правозащитники, а... Слушай, ну что ты тупишь? Повесил микрофон чуть повыше, а сидит, курит. Давайте, парни. Прямой эфир, как будто за вас что-то будет делать. Да, мы девочку наняли. Девочка, живот болит. Да нет, другую. А почему я ее не знаю? Она заболела. Или ее зовут Володя, не знаю. Подожди, я сегодня читал статью, где был не Дженовый Черн, а Дэвид Кейдж. Не Дэвид Кейдж, а Дженовый Черн. Да. Вот. Это одно и то же, да? Другая история. Она, кстати, и они очень круто связаны. Короче говоря, что сказал Дэвид Кейдж? Он, на самом деле, оформил... Короче, Илья, расскажи, пожалуйста, историю, пока я выключил Стаса, чтобы он прицепил себе микрофон, потому что это не лезет ни в какие ворота. Однажды мы с пацанами пошли в магазин, короче, на районе, значит, купить ящик пива. Вот. Все, вы можете говорить про Инги? Да, супер история. Я не знаю, вас в милицию забрали хотя бы за это? Нет, мне их ни разу не забрали. Милицию запил. Так. Короче, Дэвид Кейдж сформировал в каких-то словах уже в очередной раз то, о чем думают те ими разработчики и люди, которым как-то интересно Инги вообще. Которым не все равно. Тихо. Которым не все равно. Мне кажется, эти слова очень правильные просто, но тут надо понимать, что сам Дэвид Кейдж не совсем молодец, но тем не менее. Ну давай уже. Да, давай. Ты просто невозможно, скажи, кто же он сказал. Уроды. Итак, Дэвид Кейдж. Ну. Время понять, кто мы такие, что мы делаем. Всего три жанра делают погоду в чартах. Детские игры, казвалки и экшены. Так и есть. Когда вы думаете об этом, вы понимаете, что используете одни и те же темы, те же миры уже на протяжении сорока лет. Вы герои, вам нужно убивать людей, чтобы куда-то пойти, спасти мир, освободить принцессу и так далее. Зачастую, когда я играю в какую-нибудь новую игру, я понимаю, что играл в нее уже миллионы раз. Вы должны уйти от традиционного рынка, состоящего из детей, подростков и молодежи. Подумайте о ваших друзьях, которые не играют. Подумайте о своих родителях. Играют ли они в консольные игры? Большинство из них не играет в игры, хотя они знают о их существовании. Зато вы можете говорить с ними о книгах, фильмах и телевидении, потому что эти медиа подразумеваются как общедоступные. Новая форма развлечений, то есть видеоигр, должна быть доступна всем, открыта для всех жанров и тем, чтобы говорить нам о нас самих, других людях, обществе в целом. В целом, и тут следует наброс, она должна быть основана не на соревнованиях, а на путешествиях. У нас есть шанс стать массовым рынком? У нас это у кого? У игр. Стоп. То есть Дэвид Кейдж, так сказать, в своем лице объединил вообще игровую индустрию как таковую, правильно я понимаю? Очевидно. Короче, есть у меня один вопрос, который, так сказать, у нашей передачи про вопросы, да? Согласен. Вот у меня есть вопрос. Ты позвонил нам, Илья, из элитного района. Да, я позвонил, да. Из Владивостока 2000. Короче, вопрос очень простой. Мы наблюдаем, ну, на самом деле, уже года три на различных выставках, не знаю, заводах, дизайнах и так далее. И вообще по всему миру экспозиции с интерактивными и цифровыми экспонатами. Например, недавно Стас не рассказывал про выставку, которая состояла из, там, не знаю, 16 проекторов, которые проецировали различные буквы или фразы, как бы, на стены, пол там и так далее. Да, любопытно, не более. Это, ну да, это некое, кстати, путешествие. И мы как раз наблюдаем некую интерактивную сценку, в которой, как бы, человек сам, как некое существо, участвует. То есть, если провести очень грубую параллель, то вот подобная экспозиция очень похожа на игру Протелос. Или, вообще, игра Протелос, на самом деле, похожа на ваше путешествие из дома куда-либо, вообще, в неизведанную местность. По большому счету, это игра про это, насколько. О Телосе важен звук, как я уже говорил. Ну, звук — это твой плеер, например. Потому что, если ты его, например, на шаху поставил, то он будет формировать некую... Ну, я тебе говорю, это грубое определение. Так вот, вопрос заключается в следующем. Ты не понял просто сейчас, да? Он не понял суть игры Протелос просто. Это ты сейчас ни хея не можешь сомневаться. Мы будем понимать с тобой в понедельник. Протелос — это путешествие тебя. Если переложить на реальность Протелос, то это ты идешь из дома куда-то, где-то никогда не был. Да. И в плеер у тебя что-то играет. А если ты поставил на шаху, то тебе плеер, как бы, под какой-то такой своей взаимосвязи, как бы, подбирает свои мелодии. Ну, ты же сталкивался в жизни, когда вот прям какой-нибудь... Всегда-всегда, да. Ты придешь, и ты прям такой, вау, эта песня так в тему, а я сейчас об этом думал. Ну, там есть какие-то такие, знаете, соединения плоскостей реальности. Так вот, вопрос следующий. Можем ли мы, мы, вот, как бы, как игры, как 9K, что говорит мы, рассчитывать на то, что привлечение новой аудитории, хипстеров, людей, которые любят sci-fi, людей, которые любят, как вот эту вот популярную науку, там, и так далее, с помощью игр типа Протелос и вообще Индии истории, привлечь вот именно такую публику, которая вообще никогда не играла в Crysis, там, например, и Far Cry, и The Dark. И так далее, никогда вообще об этом не знала. Мне кажется, нет. Но вот такие механики им интересны, потому что это уже не игры, а искусство. За это цепляется глаз. Намного сильнее, чем Call of Duty. Искусство, искусство и выражение художника. То есть мы подходим совсем с другой стороны. Совсем с другой стороны. Не с геймплея, а именно с тем, что это модно, это нестандартно. Это, понимаешь, приходят вот все такие вот, знаешь, творческие, короче, и начинают на какой-нибудь выставке просто вот играть в какое-нибудь очередное произведение, где нужно сопоставить 8 линий и зависит от изменений. То есть ты хочешь сказать, что вот этот Steam Greenlight, это мода на узкие штаны в играх? Я спрашиваю. Мода на дурацкие усы в играх, да? Да. Челки в видеоиграх, да? Нет. Нет. И в том числе. Потому что на самом деле и узкие штаны, и челки, и вот это вся вот хипстерские, ну как бы, искусство, образовательная культура. Просто они со вкусом сделаны, эти игры. Давайте мы звоночек послушаем. Алло. Здравствуйте, Владимир, Екатеринбург. Здравствуйте. Петр, Москва. Из-за того, что Индии игры стали очень популярны, могут ли новые консоли стать открытыми как PC? Ооо, вот это да. Открытыми как PC? Вы что имеете ввиду открытыми? В смысле, разрабатывать самому игры для консолей. Unity 3D примерно предлагает такое, но нужно получать права от Sony или Microsoft. Права вы по-любому должны будете получать. Есть уже PS Minutes, например. Так вот. Да. Которые можно пробиться. Да, спасибо. Сейчас, судя по всему, у Стаса есть ответ на ваш вопрос. Так, Стас. В чем фишка Greenlight? Это не мода, ну ладно, это мода там на узкие чулки. Короче, Индии игры – это Красный Октябрь. Да. И Стрелка, и… Вот вообще. И Джипс. И Родняк. И журнала Фиши. Родняк. Не дай боже. Короче говоря, Steam Greenlight – это как PSN и XBLA, и как маленький Steam. Через него инди-разработчики, независимые, могут попасть… В большую Steam. Поместить свою игру в продажу. Но их же одобряют. Их же одобряют. Но на PC это намного проще сделать. Разработка на PC открыта полностью. Ты можешь делать игры на PC, если ты сидишь дома. Да. Вот. На консолях это недоступно. А даже если ты сделал игру, ты должен проходить намного больше процедур для ее согласования с Microsoft и Sony. Как это было с Fez, который проходил ее там полгода что ли. Вот. И со многими другими играми. И… Не знаю. Я вижу то, что PC просто будет идти своей дорогой вот этой вот. И будет развивать инди дальше. А какие-то избранные инди-проекты, они будут попадать на консоли так или иначе. Ну, короче, кесарю-кесарю, иными словами. Да, да. Богу-богу. Короче, на самом деле есть такая несправедливая. Я хочу… Можно еще один звоночек или ты хочешь? Я хочу, ладно. Да нет, ладно, давай звоночек еще человек ждать. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Павел, город Катеринбург. Так, вы там с Владимиром в одной комнате сидите? Нет, боюсь, что у разных. Так. Вопрос у меня такой. Происходит удивительное дело. Рынок инди-игр становится едва ли не интереснее, чем рынок громких 3А проектов. А может ли ситуация повернуться в такую сторону, что крупные разработчики просто заберут под свое крыло некоторых наиболее успешных разработчиков вот этих вот инди-игр и слегка сместят акценты своей продукции в сторону вот этих вот нестандартных проектов? Угу. Акценты не сместят, а когда они заберут, то это уже перестанет быть инди-как таковое. Не, но инди-это же понятно, что да, все знают, что такое инди-это типа на своем бабло. Заткейн компани и Джонова Чен, в общем-то, смеется, что называется, в лицо инди-как таковому. И, кстати, по поводу того, что ты читал новость про Джонова Чена, о чем она была, Джонова Чен признался на той же самой конференции, что и Кейдж свою речь произнес. Он признался, что на момент выхода Джорни Заткейн компани была банкротом. Вот. Но, тем не менее, ему абсолютно все равно, он будет продолжать делать то, что он делает, и он уверен на то, что найдет нового издателя. Я хочу продолжить свою мысль с той точки зрения, что давайте положим руку на сердце и поймем то, что в любом случае и для того, чтобы воспринимать инди-игры, нужно, например, представлять себе, как можно получать удовольствие от живописи, отхождение в музеи, отхождение в какие-то интересные выставки. Да, вот, изучение, чтение, это вопрос, действительно, кругозор и эрудиция. Как мы понимаем, подавляющее большинство людей в мире идиоты. Дело не в этом. В этом, в общении в этом. Подожди, подожди. Но я следующий. Я абсолютно понимаю, как можно объяснить преимущество Call of Duty, но я, например, поэтому, как я уже сказал, мы вот с Астасом будем в понедельник, так сказать, угорать именно по Индии, чтобы понять, как объяснить фринцистическому человеку, почему круто в Протеосе открывать новые, так сказать, локации под определенную музыку, и почему там нету стрельбы, пиксельных врагов и привычных каких-то механик, которые вообще характеризуют игры как игры. Я, собственно, веду к тому, что каким образом сделать эту историю настолько модной, чтобы люди потянулись те, которые считают сейчас, что, ой, до игры, это все понятно, ты пыщ-пыщ и давай. А ведь за вот этой вот стеной, так сказать, средиосистических игр, которые выпускают крупные компании каждый год, шутеры, 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 рпгшечка, спорт, шутеры, 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 вот, стелс. Не обязательно. Не обязательно в этом проблема. За этой стеной, за этой стеной есть Инди, а до него, чтобы добраться, вы же понимаете, нужно на этой стене сидеть. Нужно заранее знать, что это такое, да? Ну вот, как бы, вот Стас, вот ты, аполагент. Я хочу понять. Хорошо. Петя хотел сказать. Стас, я, короче, не спорю с тем, что есть Инди, и это интересный опыт, который тебе, вот, тебе, например, удобно его сравнивать с походом в музей, с интересной там литературой и так далее. А я бы все-таки разделял. Почему? Ну, потому что вот для меня игры, это игры. Это игры. Нет, это все эскапизм вообще. Безусловно, безусловно. Но я знаю, зачем мне нужны игры. Ну, то есть. Зачем? Я не хочу себе ломать мозг в игре. Ну, то есть, окей, я просто, сейчас, дождите, дайте мне сформулировать. Я люблю стелс, я люблю, там, сложный РПГ, старый РПГ, люблю вообще РПГ, вообще-то я люблю РПГ, вот так вот, да? Ну, грубо говоря, если сравнивать, то я никогда не любил спортивные симуляторы, потому что это такой уровень того же самого эскапизма, который мне, например, никогда не понять. Ну, то есть, я могу собраться... Что ты любишь, начнем сэкбол? Окей, баскетбол я люблю. Я могу собраться в музей и поиграть в баскетбол, если я очень хочу. Другой вопрос, что я далеко не всегда хочу поиграть в баскетбол, просто так взять и встать. Но это не значит, что вместо этого я буду сидеть дома и играть в баскетбольный симулятор. Точно так же и здесь я могу сказать, что если я хочу сходить в музей или нагрузить свой мозг каким-то искусством, то я бы все-таки сходил в музей или почитал бы книгу. Скажи мне, пожалуйста, как появилось искусство? Ты меня понял? Да, я тебя прекрасно понял. Почему ты, ну, вот, грубо говоря, вот мы сейчас, и я это совершенно четко осознаю и понимаю, несмотря на то, что я постоянно подкалываю Стаса, потому что как почему-то нельзя бить кулаком по лицу, но я абсолютно понимаю то, что инги – это как раз зарождение того самого искусства, которое вне участия, о том, что мы говорили с тобой, глагола, вне участия человека, вне участия его и принятия ему решений. Это самостоятельные произведения, в котором твое передвижение – это тот алгоритм, который запускает эту картину. Про глаголы у меня есть другое, кстати. Почему ты не веришь в то, что это зарождение нового жанра искусства? Ты имеешь в виду, что искусство, как самое, так сказать, в своем изначальном понимании искусства – это способ побега от реальности, инди-игр – это способ побега от всех вот этих вот, короче, от текущих. Я считаю, что искусство – это способ надстроить реальность в твоем восприятии. Нет, побега от, я имею в виду, существующей реальности. Нет, почему? Искусство – это способ надстроить твой контекст. Ну, мы говорим по-разному об одной и той же вещи. Я не спорю с тем, что ты говоришь. Нет, просто убегание – это, скажем так, в каком-то смысле отрицание той реальности, которую ты сейчас находишь. То есть ты пытаешься, скажем так, в бутляр один, а вот здесь вот это расширение. Окей, 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 пусть так. По поводу глагола, короче, и того, что искусство, игры без человеческого участия не является искусством, я бы сказал, что это нормально. То есть это не тот тезис, почему-то мы долго слишком к этому шли. То есть музыка, она тоже не является искусством без человеческого участия. На секундочку. А картины? Музыка без человеческого участия – это вообще ее нет. А картины являются. Правда? Да. Ничего же ты должен ее написать. Постфактум. Ну вот музыка не является, ну как бы музыка тоже постфактум является искусством. То есть в игре, ну смотри, вот есть Олег Кулик. Вот он делает некие, скажем так, перформансы, инсталляции, перформансы, акционизм. Они не живут после того, как он их сделал. То есть они не остаются, ты не можешь у них прийти, посмотреть в любой момент, как на картину Айвазовского. Понимаешь? Это перформанс, который живет здесь и сейчас, в эту секунду. Тоже самое Инди-игры. Окей. Да нет, подождите. Просто тема в том, что все игры, они по идее, какими они должны быть. Они должны быть такими, что они должны вмещать в себя и кино, и музыку, и картины. И фактически они это сейчас делают, например, тот же самый Беушок, да? Но они это делают еще недостаточно хорошо, чтобы привлекать... Ну в общем, есть редкие. Не Алан Вейк, а Heavy Rain. Алан Вейк. Алан Вейк в том числе. Вот, мы сейчас доходим до какой-то, знаете, такой вот точки бифуркации своего рода. Почему? Я ее сейчас озвучу. Да, почему, потому что, смотрите, на протяжении 30-40 лет, в сочетании игр, 30, например, да, вот, мы наблюдали, скажем так, с одной стороны, эволюционный процесс, графика, музыка, разговоры, там... Так не очень понятно, где, кстати говоря, 40 лет он насчитал, вот, как бы... Ну, 30. А, потому что, начиная с конга, начиная с конга, конечно, ну, 30 лет, 40, конечно, много, ну, там, ладно. Так вот, мы наблюдали, с одной стороны, эволюционный процесс, это графика, музыка, там, не знаю, лицевая анимация, может быть... Просто 40 лет мы играем точно не в одни и те же игры. И так далее. Мы последние 10 лет, может, стали в одни и те же игры. Послушай, послушай, ну, каждый раз... С другой стороны, мы наблюдаем стагнативный процесс. Да. Потому что... Ну, по кругу, короче. В 90-м году, в 90-х годах, идеи, которые привносили, как бы, гейм-дизайнеры, были инновационные, ну, как бы, каждая вторая. Потому что еще ничего не было изобретено. Я об этом тоже недавно думал, что меня часто хает за то, что я периодически позволяю себе высказываться на тему того, что раньше игры были лучше. А раньше игры были действительно лучше, вообще-то. Потому что каждая вторая игра была оригинальная от начала до конца. Сейчас, можно маленький момент? Вот смотри. А хает меня тех, кто родился 15 лет назад. Окей. В какой-то момент настала та точка, когда люди поняли то, что... Ну, разработчики поняли то, что, скажем так, какая-то инновация, она в данном случае не важна. Важно донести игры до максимально широкой аудитории. И получить что? И получить бабу. Бабревить. Правильно. Правильно. И поэтому пошел как раз стагнативный процесс вместе с эволюционным. Эволюционным, графически, там, и так далее, и так далее. Сейчас зарождение вот всех этих инди-игр, инди-проектов, там, и так далее. И, кстати, к вопросу о банкротстве Z Game Company, и так далее. Мы достигли той точки, когда игры выделились. Ты знаешь, это как выделение из приопределенной химической реакции вот того самого вещества, который является собой какой-то краеугольный камень игровой истории. Что это игра в своем таком насыщенном состоянии. Вот когда оно, собственно, вещество-игра. Вот это вот она, как мне кажется. И поэтому я как раз говорю о том, что вот про такое-такое вещество, его до людей, скажем так, вообще не свежущих в играх, его нужно доносить по-другому. Да. Ну, то есть, как, вот устраивают реально выставки какие-то, показы, инсталляции. Стас, смотри, Петь, тем более тебе было интересно, когда ты говорил, что есть такая цель выяснить, как донести игры до массы вообще, до широких масс. Есть такой игровой дизайнер, но он на самом деле больше аналитик, Ян Богаст. И он очень круто сформулировал, почему игры не нравятся тем, о ком говорил Кейдж. Родителям, взрослым людям, вашим друзьям, которые не играют. Почему игры не нравятся? Есть две причины. Одна правильная, другая неправильная. Неправильная причина в том, что эти люди думают, что игры они только для детей. А игры никогда не были для детей изначально. Потому что Pong, все эти игры для Atari 2700, 4600, которые были в 80-70-е годы, они были для взрослых. Кстати, тогда же появились первые порноигры, но это другая тема. Короче, все это было, они были для взрослых всегда. Это неправильная точка зрения. А правильная точка зрения в том, что игры еще не настолько круты, не настолько тщательно сделаны. В плане стори тейлинга, в плане сюжета, в плане подачи, чтобы привлечь взрослого человека, который посмотрел бы на игру и оценил бы ее как картину. Оценил бы ее как фильм, оценил бы ее как книгу. Как конечное произведение. Как конечное произведение, завершенное произведение искусства. Даже мой горячо любимый Metal Gear Solid, вся серия под руководством Хидео Каджима, одного из главных мистификаторов вообще игровой индустрии. Если разобраться и положить руку на сердце, это реально как бы, ну вот переложить это на роман, поэтому я против экранизации. И против романизации этой истории. Потому что если переложить на роман, это будет боевая фантастика. Ну я поэтому и не читаю боевую фантастику, что лучше я выигранную эту тему выиграю. И поэтому не существует ни одного хорошего фильма поиграл вообще, как известно. Вот так. Слушайте, по поводу того, что игры для детей не для детей, и по поводу того, что в России этот вопрос особенно остро стоит, давайте вспомним... Я сейчас ничего не хочу сказать, но у нас был один человек, ему недавно исполнилось бы 50 лет, который вел детскую передачу про видеоигры. Он был единственным на Центральном ТВ. Да. Других не было, кто делал бы то же самое. А тут очень просто, на самом деле. Я об этом абсолютно писал в колонне. Он просто очень хорошо считывал, ну по поводу игр для детей и так далее. Почему игры на NES очень, как бы, они для детей? И почему с этого момента в России пошло, что они для детей? Потому что взрослые это уже не могли воспринять, потому что у них мозг был построен на совершенно других парадигмах. Абсолютно. То есть им до сих пор очень сложно взрослого человека научиться пользоваться компьютером. Реально. Это просто крах какой-то пробиваться через огромное количество кустарника, который они себе наставили, потому что у них всегда было кино и телевидение. А еще можно в музей сходить, а еще можно побухать в ресторане. Все. Нету, нету дополнительного способа развлечения. Привет. Это какие-то там финтифлюшки прыгают на экране. Ребенок же с более, так сказать, широким кругозором и открытым восприятием. А для него это был супер вообще. Он, как человек, Сергей Супонев, как человек, который очень хорошо считывал тренды именно детского восприятия, за что ему огромное спасибо и низкий поклон. Он, собственно, совершенно четко понял то, что да, вот оно, то, что оно будет детей развлекать 100% вне зависимости. Он посмотрел, какую реакцию производит вот эта приставка Dendy на детей. И он совершенно четко понял то, что вот это, это да, это будет работать. Поэтому мы показывали в 15-30. Здесь сразу после школы. Здесь считывание конъюнктуры. Сейчас же у нас намного сложнее задача. То есть она далеко не приоритетная, потому что, ну, положа руку на сердце, сделать игры настолько модными, как посещение какой-нибудь супер выставки от неизвестного английского классика современного искусства. Сделать вот такие штуки, знаешь, классик современного игрового искусства. Презентуясь в Малом Манеже, свою новую, так сказать, проект, где ты одеваешь электроды и ходишь по волшебному фиолетовому лесу. Вот, ну, до этого еще нужно время, потому что, опять же, стоит стена из Крайзисов, Паркраев и так далее, и так далее. Вопрос. Алло. 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 Сейчас будет, говорит. Или? Более. Алло. Алло. Да, 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 ребят. Здравствуйте. Здравствуйте, это Леонид из Омска, звонил в прошлой передаче. Очень приятно, Леонид. Вас слышит. Привет, ребята. У меня вопрос вот про Тамагоч. Как раз вчера слушал хождение по играм, Александр Голок-Клабулев, ты слушал. Вспоминал Тамагоч. И сегодня чисто случайно услышал по радио, когда ехал в такси, что производители решили перезапустить Тамагоч для смартфонов. Ну, я, как бы, будучи тогда, по-моему, классе в третьем или во втором, очень хорошо помню эту эпоху. И это было на стыке как раз игры и реальности. Это очень мощно действовало на людей. Мне вот интересно, что-то такое еще когда-нибудь может будет, как думаете. Собачки... Симс еще, помните? Тоже мозги крутило людям. Да, девочки выкидывались там за окна, там и так далее. Всякая такая история была. Ну да. Ну да, ты его таскал все время с собой, как бы. Яйцо. Твое яйцо. Да нет, ну есть Nintendo Dogs. Нет, на самом деле абсолютно будет. И я уверен, что за... Я надеюсь, что вы читали. Филиппа Кадика, собственно, любят ли андроиды электрических овец, если не ошибаюсь в названии. Снятся ли андроидом электрических овец? Которому далее был снят вот тот самый фильм «Блэдраннер». Культовый. Очень хорошо. Это очень хорошо сноотворное. Так вот. И там... Лучшее в истории кинематографа. Да ладно. Роггерхауэр хороший. Суперфильм. Мне очень понравилось. Но книга еще, кстати, более... Книга лучше. Дальше. Да, книга. Вот. И там, собственно, были описаны абсолютно истории с электрическими животными, которые не отличишь от животных настоящих. Вот. И в том, что их не отличишь от животных настоящих, в этом был основной, собственно, бренд-эссенс этих историй. И, скажем так, если кто-то видит, что животные реально не настоящие, это значит, тебя опозорили. Вот. И настоящие животные там был признак высокого класса. Настолько качественные, да. И если было видно, что он не настоящий, значит, ты совсем бедный человек. Да. Да. И я думаю, то, что в этом абсолютно будет. У вас там в телефоне будет жить какая-нибудь зверушка, которую вы будете кормить, поить, убирать за ней говно. Как бы, ну и, в общем-то... Мне кажется, это больше ностальгическая штука. Лучше бы они перенесли. Так бы в яйце перезапустили, и хипстоты бы вообще радовались. Так она и радуется. Был момент. До сих пор можно купить. И кто кому надо... Да. Она не срала. Короче, зря они так делают. Я помню даже в сериале «Улица разбитых фонарей» был момент, когда у кого-то там там тамогойчо обосрался. Идем расследовали такое. Ну там что-то там. Дем расследовали. У кого обосралась? Такие пять одинаковых яйцев. Чему обосрался тамогойчо? Да, да, да. Чему обосрался тамогойчо? Чье это, да? Ну вот, резюмирую. Каким путем пойдем, ребята? Что делать-то надо, Стас? Как ты считаешь? Вот ты, как один из палагетов. Надо больше интересоваться новым. Есть еще, например, один палагет. Олег Ставицкий. Ты Жора Курган. Который работающий, да. Ну, кстати, мы можем легко даже чуть-чуть смеяться. Он целую страницу ВКонтакте создал про это. Вот. Олег Ставицкий участвует каждый год в Independent Game Festival. Не участвует он в жюри. В жюри. Ну, это и есть, так кажется. Да. Кроссовчик. Вот. И, собственно, продвигает активно эту историю. Вот. Как? Как это доносить? Очень просто. Как-то доносить. Не нужно просто бояться всего нового. Вот и все. И отказаться от старого. Неужели это не надоело? Слушай, как ты донес там до... Не знаю. Ну, это же все своим примером, понимаешь, доносить. Самый верный способ. Нет. Вот, понимаете... А с нашей стороны, как бы, надо просто в это во все играть, этим интересоваться, об этом писать и рассказывать. Нет. Дело тут в другом немножечко. То, что... И радоваться тому, что у нас рычагов воздействия на широкие массы больше, чем у простого. Человек, который просто так интересуется инди-играми. Просто, видишь ли, в чем дело? Одним словом, что у нас рычагов воздействия больше, чем в текущий момент у Георгия Кургана. Мы же тут вначале, короче, тут сказали одну такую штуку про стену, как бы, из Крайзиса 3 и всего остального. Это отличные игры причем. Но эта стена, она абсолютно есть. И для того, чтобы прочитать Стасову заметку про Proteus, нужно зайти на сайт GM Box. А чтобы зайти на сайт GM Box, у тебя должен быть хотя бы минимальный импульс для того, чтобы поиграть в нечто такое. А обычно импульс такой есть у тех людей, которые играют... Которые играют в Крайзис 3. Да! Ну и все. А где, вот понимаешь, здесь самый есть большой, как бы, диссонанс в этой ситуации. То, что инди-игры лучше бы воспринимались теми людьми, у которых нет бэкграунда игрового из вот этих вот 20 лет. Так и происходит сейчас. Это люди с классическим образованием, например. Они мои ровесники. И в отличие от меня, они не работали там. Журнальные игромане, не шпилили никак в жизни. Они там сидели в библиотеках. И сейчас я вижу, что этим людям действительно интересно игра про Тейлс. Античемберам интересно. Как таких людей заманить? Они взрослые по-другому. Каким? И при чем? Смотри. А мы сейчас такие высокие цели себе ставим. Как таких людей заманить? Зачем? Объясни, слушатели, пожалуйста. Для того, чтобы расширять. Чтобы бабло на них поднять, чуваки. Нет. Нет, если да. Да, но нет. Потому что, смотри. Всем прекрасно понятно, что любой интернет-проект на данный момент не будет просто существовать, если он не будет поднимать искомое бабло. Искомое бабло поднимается, соответственно, короче, из-за посещаемости и перекладывания этой посещаемости на трафик и, соответственно, деньги. Вопрос в том, какие статьи и какие форматы в непрофильных СМИ должны быть для того, чтобы вот эти вот игры доносить до широкой аудитории. Они им будут нравиться обязательно, они будут в них играть и так далее. Никакие статьи, а просто статьи эти должны быть. Понятно, какие. Их сейчас практически нет. Мы читали интервью с сценаристом Black Ops 2, например, русскому репортере. Мне кажется, русский репортер в таком случае идет куда-то не в ту сторону. Почему? Ну, потому что... Black Ops 2, это, кстати, другая сторона этого угла. Да, другая сторона. То есть легко доносить инди-игры и легко доносить Black Ops 2. Знаешь, нет. Activision не потеряли совести, они реально тянут за уши там свой стори-тейлинг, нанимают сценаристов, да, у которых берет интервью русский репортер. Но есть еще другая сторона опыта. Не подтягивать то, что есть, а создавать новое. Вот. И про новое будем как-то стараться писать и популяризировать. Вообще мне очень хочется, и это правильно совершенно Петр сказал, чтобы каждый из тех, кто нас слушает и вообще каким-то образом воспринимает информацию, которую мы доносим, чтобы они как-то расширяли свой кругозор. Потому что, ну правда, я вот специально, я сам предложил Стасу, давайте потранслируем инди-вот это вот твое вот любимое. Дичь. Ну правда, я, я, на меня давит мой игровой бэграфт. Я не понимаю, как можно провести там два часа в игре, не сделав ни одного условного. Завязывай, завязывай вообще. Но поскольку как бы расширение сознания. Нет, чуваки, спокойно. Всегда было счастливое. Надо это, как-то держать баланс. Все сейчас начнем играть в игры без интерфейса и графики, это мы превратимся в очень странный сайт. Нет, ну, у тебя какие-то крайности. То есть ты считаешь, что нужно или переключаться полностью на одно, или переключаться полностью на другое? Кем-то в том, что эта игра, ну если это не античембер, окей. Она у тебя будет занимать намного меньше времени, чем прохождение Mass Effect условного, там, 20-часового или 100-часовое прохождение третьего Ведьмака. Да! Ну да, кстати, Жорни, ты можешь пройти за 2 часа сидя За 100 часов можешь посмотреть 100 инди-игр и дико угореть, так расширить стой кругозор, что у тебя голова треснет. За 100 часов, господи, действительно. Звонок! Звоночек давайте последний на сегодня и поехали. Алло! 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 Здравствуйте! Здравствуйте! Ой, можно вопрос задать? Алло, я тебя так волнуюсь, ой, 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 здравствуйте! Меня Роман, Украина, Янакиево, Донецкая область. С ума сойти! Ваще! Так, я, походу, пропал, не, вроде, нет. Все хорошо. По поводу интернет-заработка игр, лично хотел спросить, как вы смотрите вообще на компанию Wargaming, World of Tanks и дальнейшее его продвижение? По-моему, они до хрена уже под глаза работали. Очень круто! Спасибо! Спасибо! У нас сейчас сядет ноутбук, поэтому на сегодня со звонками все, и вообще пора кончать. Короче, компания Wargaming с каждому российскому и СНГ-шному разработчику и вообще... Дадрала жопу! ...занимается, да, играми. Компания Wargaming, да, действительно, дадрала жопу, показала, как можно сделать компанию международного уровня за три года, открыть офисы в каждом уголке и одним правильным концептуальным ходом... Ну, это по факту так, World of Tanks, все-таки, танки. World of... Да. Вот он. ММО, да. ММО-танки. Вот. Как одним правильным концептуальным ходом... Название, то есть. Собрать самую большую аудиторию из, так сказать, всех российских разработчиков, которые вообще где-то в каком-то виде были. Вот. Российских, СНГ-шных и вообще. Поэтому, друзья, мне кажется, к Виктору Кислому и сотрудникам Wargaming, иначе как с уважением относиться просто как-то странно. Ну, потому что... Привет, Витя! Да. Вот, друзья. Привет, сотрудники! Вот на этой, вот на этой мажорной, спорной ноте, надо уже как-то прощаться. Да, спасибо, что слушали нас эти практически полтора часа. Спасибо за вопросы всем звонившим. Спасибо Жене за терпение. Да пройдет ее живот. Спасибо Ваде и Сентуки номер 4, и компании Wimbledon в целом. Дэвиду Кейджу и Дженову Чену. Наушник МК-Соник, который полное горло. Лучшие, да. Вот. Монитором Samsung, клавиатуре Logitech. И гарнитуре Beyerdynamic, к которым присобачены... И маме Пете, которая произвела Петю. Ну, и вашим мамам тоже спасибо. И вашим. Хорошего хорошего дня, друзья. Всем мамам спасибо. Всего вам доброго. Ура! Пакет. Музыка. Музыка.